Начиная с введения коммерциализации городского жилья в 1998 году, Китай испытывает бум на рынке недвижимости. Но в то же время участились сообщения о том, как власти силовыми методами вынуждают жителей покидать свои дома. Их цель – расчистить путь для новых застроек. Многие из жертв получают неадекватную компенсацию за свои земли и зачастую терпят неудачи в поисках справедливости, обращаясь за помощью в законодательные органы. Эта проблема была отмечена в докладе. Группы – китайские защитники прав человека. Члены организации отслеживают случаи нарушения прав человека в Китае. В докладе говорится, что многие случаи переселений происходят из-за спекуляций чиновников. Застройщики тайно объединяются с местными властями для получения незаконных прибылей. Как говорится в докладе, иногда насильственные переселения приводят к человеческим жертвам. Адвокат по правам человека Тэнбао возлагает ответственность за это на несовершенную законодательную базу Китая. «Почти во всех принудительных переселениях и разрушениях домов участвовали преступные группировки. Они пользуются поддержкой со стороны правительства. Кроме того, исполнительная власть весьма зависима. Когда суд рассматривает дела, связанные с переселением, судьям трудно оставаться нейтральными». В докладе предлагается способ решения проблемы. В Китае необходима демократическая конституционная система, уважающая права граждан. Без этого проблема насильственного переселения только усугубится, что приведет к более серьезным социальным конфликтам. «Почти во всех принудительных переселениях и разрушениях и разрушениях и разрушениях и разрушениях и разрушениях.